Забери с собой избирательный бюллетень, проголосуй дома и результат отправь в письме по почте. Такую поправку в закон о выборах депутатов озвучили сегодня в облсовете. Такое благо нужно для тех избирателей, кто вдруг уедет из города или по какой-либо другой уважительной причине не сможет явиться на избирательный участок. С новой поправкой голос не пропал бы, но новая инициатива поддержки не нашла. Мы понимаем, почему это уносится. Если кого-то уносится, я говорю про позицию, мы понимаем, что отлюбить не одного, это зло для демократии, то тогда письма, которые вы предлагаете сегодня внести, это зло, как-то еще больше. Более того, прозвучало и давно бытующее в избирательных кругах мнение, что в организациях вышестоящее начальство грешит тем, что направляет голоса подчиненных в нужное им русло. Голосование по почте лакомый кусок для тех, кто хочет повлиять на итог выборов. Вы заставите все карты, пойдите и возьмите, и предъявите задочку проставки. Замечайте, и на право. Мы не только понимаем право у людей делать выборы. Это самое плохое. Как всегда, не обошлось без громких споров, но в итоге представители правящей партии решили прислушаться к своим коллегам-оппозиционерам и отменить эту поправку. Коллеги, только то, чтобы эту форму исключить, внести эту поправку, прошло голосовать. Прошло простить, попрос, чтобы держался, принимаемся. Так что проголосовать по почте у орловчан возможности так и не появится. Валерия Гавриловская, Андрей Борискин для программы Оперативный эфир.